МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется ли поддержка государственных программ по поддержке именно детского спорта и детских тренеров, которые этими детишками занимаются? Потому что в 90-е годы мы потеряли огромное количество детских тренеров, потому что нечем было платить зарплату. Вопрос касается доступности Калинингадской области для другой части населения России, чтобы людям было не накладно пролетать на самолётах в любое время года. Казалось бы, при таком количестве журналистов темы вопросов должны быть абсолютно разными. Однако россиян волновали очень похожие вопросы, затрагивающие абсолютно всех. Например, стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. Коллеги из Новосибирска, как и многие в этом году, собрали рекордный урожай зерна. Но за успехом скрывалась другая проблема – хранение и сбыта этого зерна. Возможно, это за счёт госплана, который когда-то был, то есть должны, наверное, планировать, что сегодня сеять, что завтра собирать, что завтра убирать. Как-то эту проблему надо решать системно, потому что наш края сельскохозяйственный, и от этого зависит, от этого решения этого вопроса зависит очень много жизней очень многих людей. Ульяновск в этом году тоже может похвастаться рекордным урожаем зерна. Чтобы избежать проблему сбыта продукции, были разработаны основные векторы развития агропромышленного комплекса на ближайшую пятилетку. На вопрос журналиста из Новосибирска президент согласился, что поддержка фермеров нужна, и подобное предложение скоро поступит правительству. Производители зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами, или с помощью госзакупок, и не думаю, что это исключенный вариант. Надо подумать, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно, надо подумать. Но точно совершенно, о чем мы договаривались с правительством, это речь идет о субсидировании железнодорожных перевозок. Прозвучали вопросы и от зарубежных коллег. Журналисты из Китая спросили президента о взаимоотношениях двух стран-лидеров после выборной кампании. Отвечая на вопрос китайского корреспондента, президент отметил, что Китай вошел в наши крупнейшие проекты. А это значит, что страны намерены сотрудничать и в дальнейшем развивать движение товаров по арктической магистрали, с северному морскому пути, как наиболее экономически целесообразному маршруту. Вошел в наши крупнейшие проекты, в том числе в Арктике. Скажем, недавно мы запустили в первую очередь завод Немал СПГ. Китай – один из главных инвесторов в этот проект. Один из главных инвесторов. Я думаю, не случайно, потому что в этом заключается интерес, экономический интерес Китая. Мы всячески будем этому содействовать и по другим проектам. Ульяновская область также активно развивает отношения с Китаем. Поднебесная занимает лидирующую позицию по внешнеторговому сотрудничеству с нашим регионом, в том числе в атомной промышленности и автомобилестроении. К тому же на территории региона идет реализация проекта корпорации «Конч». В этом году обошлось без лирических отступлений. Президента спрашивали о серьезном. Обстановки в Сирии, взаимоотношениях с другими странами, предстоящих выборах и проблемы россиян. Мероприятие подобного рода станет последним для Владимира Владимировича на посту президента. Дарья Сударева, Константин Никитин. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова